давайте сейчас сцену пройдет николай арсенич разочек он хорошо уже делал это с вороной значит лисичка ворона хочешь жить умеешь да мы потом будем на рада девать черный кабинет не завидуйте горе александрович скоро у вас появятся стильные модные вещи давайте вот и к этой квакханалии переходите где где можно найти этих парсючков тебя меняшь высокую полянку и у меня швы соку гору и бачишь полянку диквит не шмат красок так вошь там тулустые парсючки гуляют а дорослые дики в лесе с пожиток шукают шмат раней я делятала шмат шаго моназирала и скажу вам так и быть хочешь жить умею хрустить ну что божа уже отсняли я пойду туда готоваться приглашаю вас вагончики в этом странном мире кукольного театра кажется что детство никогда не заканчивается но не то веселое беззаботное детство которым поют бодрые песенки а настоящие иногда грустные иногда страшные напряженное время знакомства с миром когда всего с избытком всего через край радости боли тревоги когда образы реального и вымышленного мира перепутаны и то и дело приобретают гротескные черты похожие на этих кукол пугающих и завораживающих одновременно здесь в этом мире самое важное может крепиться на тонкой невидимой ниточке и забывать о ней нельзя чтобы не разрушить все ненароком взять хотя бы например молодежный второй молодежный театральный форум стран содружества балтии грузии 14 государств бронза третье место взять национальную премию последние шестнадцатого года три национальных премий лучшая мужская лучшая женская роль и лучший спектакль детский это конечном итоге зависит от личности если нет личностей нет на кого можно равняться значит все эти труды наши будут просто беспочвенны наши актеры который заслужил звание заслуженный артист я не боюсь заслужил своим трудолюбием каждом вот в этой награде есть частичка его личности господа люди что с вами будет ну хоть я хоть я помету здесь где у вас медлата красивое слово дыхание зала она чувствуется всегда и когда ты чувствуешь это дыхание зала у тебя идет энергетический подъем вот и чтобы как говорил станиславский родилась вот это волшебная дуга между залом конечно это надо много приложить и это дорогого стоит когда это рождается каждый спектакль это что-то новое это надо там надо постоянно что-то открывать надо где-то себя немножко побороть потому что у нас есть такое выражение неудобное сделать удобным то что чаще чаще всего когда мы берем первый раз куклу естественно она неудобная нам надо к ней привыкнуть подружиться с ней и потом чтобы она была живой и яркой вот это у нас директор это нас начальник всего этого директор одевается вот так быстренько быстренько так вот так работает есть все технологии либо так одевается куклы я одеваю вот так при так удобнее некоторые девают вот так все по-разному как каждому удобно так надевает как меня научили так одевать вот у меня зайчик такой вот и симпатичный симпатичный который розовенький который любит морковку генетически модифицированную это селекционер который посадил морковку ребенком в родном белорусском городке любань николай впервые увидел кукольный театр название и сюжет пьесы уже не вспомнить а вот ощущения остались первый спектакль ему не понравился это был верх какого-то мастерства то что там куколки ездили жонглировали там на велосипеде как катались показывали цирковое представление но меня это не задело а потом когда я увидел например я не по щучьему велению меня-то говорят беларусь уразило вот это мне понравилось потом был такой спектакль и на сегодняшний день я понимаю что он был в черном кабинете тоже такой профессиональный язык смотрели мой мой до дыр я смотрел широко открытыми глазами я не понимал как это как это такие большие куклы и все это летает это ну потому что я говорю театр кукол это немножко это немножко цирка это немножко театра оперы и балета это немножко драматического театра и когда это в купе все тогда это получается интересный спектакль дети естественно они будут смотреть когда им не интересно они начинают шуметь там переговариваться там еще что-нибудь а как только что-нибудь завораживает они сразу успокаиваются и они смотрят не заинтересовать ребенка четыре годика тем что происходит на сцене потому что чаще всего они приходят в театр в первый раз и они они просто пугаются им сложно все это понять вокруг дети чаще всего они боятся немножко чтобы их расшевелить потому что у нас театре есть спектакли для как мы называемый для подушечников они сидят в зрительном зале на подушечках взрослые сидят вокруг их вот и они чаще всего там одни сидят и чтобы заинтересовать конечно там громко и надо разговаривать чтобы их не дай бог не испугать чтобы там каких-то резких движений тоже не надо делать потому что это дети нельзя ребенка закрыть вот пришли сели сидим рот не раскрываем там тишина молчим нет у нас в театре это не приветствуется что если это нормальная реакция если ребенок смотрит видит и реагирует и если он сказал друг друг там товарищи вот смотри вот это нормальная реакция ты не так например как в детских садах мы равна работаем и воспитательницы рты закрыли конечно тут мы просто мы например этого не не поднимаем но дети реагируют это нормально маконка моя маконка моя маконка это комната славы музык так они иронично кажется в музей пойдемте оленька заходите красивая девочка актриса оленька заходите вот это молодые сейчас я правда опять возвращаюсь в ту норму мне уже кажутся у коли не треба боже уже девки у костюмерных же ругаются скажите что мы какая стимусе пришивать на тебе уже утром ну вот так вот все эти таки завтра таки театр кукол он не стоит на месте он постоянно в движении появляются новые материалы появляется новые куклы появляются новые формы лет 15 назад скажи нам что мы будем делать куклы из силикона но мы бы не поверили хотя у нас есть на сегодняшний день куклы из силикона в театре тоже самое на дне там говорящий голову это силиконовые головы ты что ты мне говори ты что сказал да я так про себя смотри брат что ты узнай меру Василий ну чего тебе надо ты деньги принес какие деньги деньги за часы ну какие какие часы в спектакле на дне по пьесе Максима Горького Николай Стешец играет две диаметрально противоположные роли странника Луки и хозяина постоялого двора Костылева мы решили что Лука это как образ ангела который слетает с небес вот и мы уже от этого отталкивались вот потому что у меня есть вторая там роли там где он держатель этой ночной это грубый мужик неотесанный вот и тут мне тоже сложно потому что в этом спектакле я играю две роли вот и на сцене разговариваю в финале спектакля сам с собой держу одну куклу Луки а второй я работаю вот этой рукой ну что что старичок ничего старичок уходишь говорят пора куда куда глаза поведут бродяжничать значит неудобство видно имеешь на одном месте дожить так под лежачь камень сказано то и вода не течет так то камень а человек должен на одном месте жить все хорошие люди под шпорта имеют так есть люди есть иные то и человеки ты не мудри загадок не загадывай я не внутри тебя мне самому это интересно работать потому что я не думаю что так много артистов которые могут там вот сейчас они работают так тут раз ты перевернулся ты играешь вторую роль тут ты перевернулся играешь третью роль и это интересно и это как водоворот это затягивает по два по три иногда в день спектакль ну бешеный ритм так сейчас везде такой бешеный ритм потому что надо работать театр у нас должен зарабатывать деньги а мне еще лампочки не укрученные у этой вот и светильнички бы лампочки домой забрал бы они светодиодные так а это вы мне что машете куды а вы что это я научу эту сне сдымаете мою а матка боскотровая изнять бусором на бде мама мама бачить скажи самок что ты а лучше поразвешивал ничего не снял а чего многие говорят что работа кукольника ай ну что вы там вы выходите там ай ну что там куколку эту подержать ну это ну господи ну т т т т вот а просто поднять руку и подержать ее 15 минут вы долго долго вы держите ее подержать вот хотя у нас конечно же есть какие-то специальные упражнения которые мы должны нарабатывать и делать и конечно у нас и развивается какие-то определенные группы мышц которые нам помогают и которые потом нам в старости мешают потому что остеохондроз это первое профессиональное заболевание у артистов кукольников именно там грыжи тоже у нас я чая чаще всего бывает то что иногда работаешь в очень неудобных положениях и то что работает на спектакль но она же все потом с возрастом возвращается второй городской канал у нас выходила детская передача в гостях упадки агапки я был вороной илоны потом я был барабулькой но это по типу вот спокойной ночи малыши только для города могилева я ехал однажды в автобусе не не стало так неловко вот ну там вот такая ситуация зашла бабушка с внуком ну и посадили и посадила его потом она увидела у меня говорит уступить дяде место а то нет не буду выступить дяди место я тебе сказала ведь не буду вот так на осупился на выступить дяди место она громко разговаривает на весь автобус не буду это дядя всему могилёва сказки рассказывает уступи ему место в могилёвском областном театре кукол николай стешец с 1993 года в его репертуаре более 80 ролей и за сезон он занят более чем в трехсот пятидесяти спектаклях в гамлете по пьесе уильяма шекспира актер играет клавдия полония священника призрака отца гамлета и могильщика в общем как обычно сразу несколько ролей мне нравится светлые роли какие-то играть но так получается что мне дают каких-то гадов играть безобразов но плохих каких-то но тут тоже стараешься себя подвести к тому а почему он таким стал и почему он так себя ведет на сцене поэтому вообще работа актера она сама по себе интересную потому что я говорю тут не стоишь на месте тут и никак на заводе в цеху выполняешь определенный фронт работы тут приходишь и каждый день что-то новое наверное за ширмой сложнее работать чем с куклой которая вот у тебя в руках находится которого ты прямо вот общаешься с ней через зрителя что за ширмой тебя зритель не видит тебе надо надо чтобы кукла жила потому что она будет жить ему будет интересно он будет смотреть скажите пожалуйста хозяин дома не боюсь здравствуйте дети здравствуйте здравствуйте мне необходимо видеть его сейчас же детка переодевается он очень занят мне необходимо видеть его немедленно у меня случилось большое несчастье на мой огород напали театре кукол конечно тоже свои сложности есть потому что есть и возрастной какой-то ценз скажем так что взрослые актрисы они тоже уже не могут играть девочек молодых мужчинам всегда было проще в театре я рад и тому что сейчас на сегодняшний день к нам пришел и игорь казаков это перспективный режиссер неординарно мыслящий с ним бывает конечно же очень сложно иногда но это это нормально потому что когда встречается сильное тем более и естественно идет продавать его стояние то с ним везде интересно работать и меня только радует что вот он на сегодняшний день в нашем театре есть потому что не каждый театр в беларуси может похвастаться таким интересным режиссером игорь александрович требует от меня чтобы я был старый на спектакле это на осенний это он где-то за месяц рухается со мной я говорю я не хочу ходить с волосами вы понимаете вы мне ставите неудобное положение нет не надо а то ваша лысина бликуя это та 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 вот за две недели я переставил брыться и мыться да да когда к синие еди и он мне напоминает николай сеньши вы помните что синее я скажу я помню и значить уся твоя земля от халиб зеленая зеленая а калия суз горку глядеть спектакли синие синие где работает кукла и работаю я и у нас решен спектакль как галлюцинация и я это может быть и как галлюцинация и кукла вспоминает но это очень сложный процесс он там не мечтает он там больше вспоминает ту страну которую он оставил и через это идет осознание осмысление о том что надо вернуться надо вернуться туда просто это действительно материал очень сложный и на сегодняшний день он очень сложный мы когда работали над нему мы практически полгода работали но сам рассказ короткевича это до боли в горле вот и поэтому чаще всего когда я работаю его конечно же я стараюсь там не выплескивать свои эмоции до конца потому что требование режиссера чтобы зритель плакал в зале а не я на сцене вот но иногда у меня пробивается эту грань и очень сложно это все потому что мы когда читали даже этот рассказ мы не могли бы почитать до конца потому что 17 год 17 долгий год и он ходил мера у никого непотребную землю спирал никого непотребные рослины а полин бы там терялась окрол где поплывали лесы после спектакля синие у меня очень сильно идет эмоциональное потрясение потому что я не могу тогда разговаривать не могу ночью не сплю вот ну просто это такой спектакль моноспектакль синяя синяя по рассказу владимира короткевича в постановке игоря казакова уже был отмечен на нескольких международных фестивалях как лучший кукольный спектакль для взрослой аудитории каждый спектакль это удивление должно быть для зрителя которые приходят и платят деньги за то чтобы посмотреть что-то новое у многих существует мнение что театр кукол это только ширмовые спектакли как говорил кто-то из актеров все коллеги его роды и все дети в кукловоды на сегодняшний день я не могу так сказать потому что наша профессия она такая емкая уже нельзя просто прийти с улицы и взял куклу и пошел работать потому что тут надо и петь и танцевать и на дуде играть иногда поэтому тут ну мне кажется что профессия актера театра кукол она тема для меня и ценна что тут и не стоишь на месте каждый спектакль это что-то новое обезьяна чы-чы-чы продавала кирпичи кирпичи железные не чем есть и не полезные а сейчас я пойду пораскладывать куклы перед спектаклем буду боек как только ты начнешь стареет душой погрязнешь в этих всех мелких неурядицах в семейных каких-то делах тут да тут приходишь на работу и стараешься от всего этого отойти просто-напросто потому что действительно когда ты всю жизнь работаешь театре и ты служишь театру ты женат на театре и для тебя больше нет счастья чем выйти на сцену я все время знал что я буду артистом пускай не я буду не театральным артистом пускай буду цирковым артистом но я знал что я и именно буду артистом я больше даже и мысли другой не было тоже мама переживает и она и тогда когда я поступал она не очень хотела чтобы я поступал в театральное училище когда я поступил я послал домой телеграмму что мама я поступил она на поште работала и она горит девочки посмотрите вдруг он пропустил слова не я прекрасно понимал на что я иду и иногда может быть на сегодняшний день хочется просто вот сесть опустить руки вздохнуть передохнуть но не получается вот а мама я думаю ну так как и каждый родитель ну конечно же может быть и гордиться хихих в 2017 году николай стешицу достоин звания заслуженного артиста республики беларусь признание мало что изменило в его жизни разве что у него чаще стали брать интервью и все труднее стала уходить от суеты в спасительную тишину одиночества когда выхожу на сцену я стараюсь оставить все но есть какие-то вещи которые приходят происходит у тебя в жизни с которыми ты никогда не сталкивался и которые тебе больно пережить но тем не менее надо стараться улыбаться надо работать сложно очень работать веселый спектакль и когда ты потерял какого-то близкого человека вот тут было и такое мы живете артисты нажить у всех подвижная моторная психика мы гораздо острее переживаем какие-то эмоции которые происходят в жизни чем обычные люди мы постоянно должны быть на каком-то эмоциональном подъеме что не будем на подъеме это уже не артист закрываются кулисы и сказочный мир сворачивается в коробке вешается на крючки чтобы дожидаться следующей возможности ожить в этом мире изменчивых образов кажется можно прожить целую жизнь отделившись от всего остального тонкой ширмой ширмой за которой совершенно не видно лица но невозможно спрятать то что у тебя на сердце я люблю больше погулять в одиночестве когда отдаешь всю энергию здесь и зрителям и на работе хочется просто отдохнуть